Добрый вечер на АТР Мазмазлар. В своем первоначальном составе мы ее ведущие Меджипар и Осман Пашаев. Сегодня у нас в гостях Росфет Кадыров, блогер, гуру социальных сетей, человек, который поможет вам самовыразиться в этих лавинах, в этих волнах информационного пространства. Добрый вечер. Добрый вечер. Шкель для нас. Росфет, теперь сразу объясните, как там не потеряться людям в Фейсбуках, Одноклассниках, Контактах, Твиттерах, Ютубах и прочих, и прочей мире. Люди регистрируются, попадают и первоначально замирают. Ну, сначала нужно читать. Все, что правило, все это прописано в любой социальной сети, это нужно читать. То есть перед тем, как регистрироваться, нужно прочесть там такое есть соглашение. И обычно мы пропускаем. И потом, который заканчивается, я согласен. Да, я согласен. Обычно мы его не читаем. Это самое, да, большая ложь в интернете. Я согласен, и никто практически не читает. Но это самое первое, что нужно прочесть. Ну, и с этим связано очень много интересных сайтов, на которых можно прочитать, как себя вести. Блогов, те же самые, про социальные сети. Ну, вот пример. Недалеко хоть не надо. Я совершенно недавно коллегу вытащил из Одноклассников в Фейсбук. Потому что, да, 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 это было. Я динозавр. Заметил после переезда в Крым, вот я только последние полгода здесь, что очень много людей в Одноклассниках. И те группы, которые я забросил еще в году в 2008-2009, они растут. Вот вдруг неожиданно, что это какое-то отставание социальных сетей. Где, как, что. Вот какие тенденции? Что сейчас растет? Что умирает? Что не умирает? И кто где вообще? Тенденция, это как бы мировая тенденция. Даже не мировая, а в частности Украина отстает от той же Москвы на год, на два даже. То есть мы на два года отстаем, по... Как подсчитывается это. Ну, это образно так. Умозаключение такое, что... И Москва где-то отстает вообще от Запада тоже еще на два, на три. И то, что было популярно раньше на Западе, теперь постепенно приходит к нам. В том числе и социальные сети. А что популярно в социальных сетях нынче? Расвлекательный контент. Ну, люди приходят в основном в социальную сеть, чтобы расслабиться, пообщаться, с кем-то познакомиться. То есть такой развлекательного характера контент более популярен. Вот вы как блогер, да? То есть у вас есть ваш блог. Расскажите о нем и как вы заманиваете твиттерян, фейсбукеров, одноклассников и прочих марсиан? Я думаю, что вы уже убили, как явление. Не, почему? Они живут, развиваются даже. Мейлор-групп активно их продвигает. Рекламы там все. Это дело развивается. А как блогер, у меня никогда не стояла задача привлечь много людей, чтобы меня читало, стать каким-то популярным человеком. Пожди, ну не лукавьте. Вы сами написали, что вы учите людей, как достигнуть, например, тысячи фолловеров в твиттере. В твиттере. В твиттере. Туда и не привлекая людей, ну как бы именно не стояла цель вот там за какой-то промежуток времени тысячу человек собрать читателей. А на микроблог раньше была задумка, чтобы на твиттер привлечь больше людей, там как-то больше активность, чтобы было. Ну, зарабатывать раньше получалось очень хорошо, а сейчас это как бы тема немножко умирает потихоньку. В твиттере именно? Ну да, заработок на твиттере. У вас полторы тысячи последователей сегодня, да? И что это за заработок? Да, вот мне сложно понять, например. Существуют биржи, которые позволяют продавать эти твиты. Но на своем личном аккаунте я уже практически не зарабатываю. Это очень редко, когда просят разместить. Я просто по-дружески могу разместить какой-то твит или какую-то информацию. А на других у меня просто помимо основного аккаунта есть еще много других. На них я зарабатываю периодически, на продаже твитов, рекламы. Сегодня многие медиа, и вот мы заинтересованы лицом здесь, мы медиа, да? Но мы старая медиа, старая медиа в смысле телевидения, да, считается старая медиа. Которые все идут в интернет и пытаются работать в социальных сетях. Ну, а у кого-то это получается хуже, у кого-то лучше. На ваш взгляд, телевидение это умирает или телевидение с социальной сетью будут просто сотрудничать? Телевидение будет создать контент для социальной сети. Это просто одно, какая-то эссенция. Это прорастет в нечто другое. Вот как по себе могу судить, я уже 7 лет не смотрю телевизор практически вообще. У меня в жилище там, где я живу, нет телевизора, в принципе. Вот это поколение новых людей, которые не смотрят телевизор, но которым телевизионный контент попадает периодически на глаза. Через социальные сети. Через YouTube, в частности. Ну, опять-таки, формат немножко не тот. Если на телевидении это большая передача, там, с каким-то сюжетом, долго. Люди в интернете очень ленивые, и им как бы лень смотреть это очень там полчаса, это же вообще кошмар, потратить столько времени. Три минуты это самый как бы оптимальный формат. Если телевидение... И 140 знаков в Твиттере, да? Да, ну да. Если это все перетечет в этот формат, то есть в формат трех минут, там, максимум, то это будет жить и дальше. Вот если телевидение так трансформируется. Представь себе новости за три минуты. Все. Трехминутный заман. Ну вот Твиттер примерно так и выглядит. То есть если я там отвлекаюсь на час, то какое-то количество таких появляется поток, это невозможно даже прочитать. Как это работает? Как живут твиттеряне вообще? Это какая-то особая структура мозга. Да, для меня это еще не очень понятно. Да, все дептички, там, головной мозг. Еще нету и... Я там фолловер... Я за тремя стами фоловлю, и у меня там 16-20. Но это результат нескольких дней, там, как бы, хотя и каунту два года. Ну, на самом деле я читаю только тех людей, которых знаю лично. Ну, и познакомился где-то, и общался. Ну, это вот такой микроблог, в котором происходит, кто-то почесал ногу, вот, и написал об этом в Твиттере, да? Это самое распространенное, как бы, мнение о Твиттере. На самом деле это удобный формат распространения информации. Допустим, я всю информацию, нужную мне, получаю в основном из Твиттера. То есть все какие-то обновления, либо новости в сфере IT, я получаю через Твиттер и Фейсбук. Это удобно, потому что формат маленький. Мне не надо тратить много времени, я по заголовку могу сразу отследить, интересно мне это новость или нет. И перейти по ссылке, посмотреть. Но тогда вы сами сформируете тот список, там, ваших последователей или френдов в Фейсбуке, чтобы у вас с ним попадала информация. Ну, конечно, да, которые мне интересно читать. Я и в Фейсбуке активно фильтрую всех людей, которые мне неинтересны. А информацию, которую размещаете у себя, вообще, вот есть как бы кодекс чести, кодекс бесчестия, предположим, насколько вообще цензура для вас важна? Цензура, ну, цензура очень такой скользкий момент такой в интернете. Там, с одной стороны, ее и нет, а с другой стороны, как-то пытаешься следить за репутацией своей, за какой-то. Кстати, вот это явление, я совершенно недавно с ним познакомилась, это социальная репутация. Что это такое? Как вообще ее строить? Есть ли, например, конторы, которые непосредственно этим занимаются? Ну, в первую очередь, это, конечно, вопрос профессионализма. То есть, профессиональные статьи какие-то постить, ссылки на какие-то определенные мероприятия. Ну, универсального рецепта, как всегда, нет. Какая у вас репутация? Сложно сказать, не мне, наверное, судить. Ну, давайте перейдем вот о вашей работе и немножко о философии этих социальных сетей. О работе. Вот приходит к вам человек и говорит, я хочу, что я хочу, продвинуть свой товар, свое медиа или самого себя в социальные сети. Чаще говорят, услуги. Услуги. То есть, мне интересно, социальные сети как. Вот давайте приметельно здесь к Крыму. И мы перейдем дальше на крымские темы. Я вам объясню, потому что мне, например, как редактору новостей не хватает новостей из разных крымских, не знаю, сел, районов, городов. Я хочу, так же, как и, например, уже пресловутый, наверное, это банальщина телеканал Дождька, у которого там куча блогеров, которые приходят на эфиры, которые сбрасывают информацию. То есть, я тоже хочу, чтобы люди, которые там выращивают виноград, написали в Твиттере, винограда будет много, понимаете, или появился новый гибрид, или засох к чертовой матери весь, извините. Но этого нету, я не вижу этих блогов, я не вижу этих твитов, я не вижу этих постов, этого нету. Ну, основная проблема, это вот... Выскажите, как психолог, спасайте меня. Спасайте, это когда люди каждый день думают о том, где бы заработать денег, и как, что я буду есть вечером, им явно не до интернета часто бывает. Это как бы проблема всего, не знаю, государства, общества. А почему бы не поднимать эту проблему где-то в социальных сетях, да? Вот человек просто пишет свою... Ходил свой нищий, бедный, и подумал, не написать ли мне об этом теперь в Твиттере, да? Просто это... А как, ну поднимем, мы об этом напишем в социальных сетях, а кто им нас прочитает потом? Те же самые люди, которые сидят... Такие же, у которых та же самая проблема, которые точно так же не имеют, что есть, и тоже думают, как бы... У кого такая проблема, они не сидят в социальных сетях, вот до них достучаться как-то сложновато. Приходится всякие семинары организовать. Кстати... Хорошо. Есть такой феномен Твиттер-революции в Северной Африке, да? То есть, очень многие писали, что все эти события в Тунисе, когда из самосожжения одного предпринимателя начали, молодежь начала выходить на улицы сначала в Тунисе, потом в Египте на площади Тахрир, происходили именно в Твиттере. Но они же еще беднее, на самом деле. Ну, видимо, когда уже зажали вообще в рамки, уже другого пути не оставалось людям. Ну, и не только в Афринге, а сейчас и последние новости, которые были в России, тоже активно, там они через Фейсбук все, давайте, давайте, мы там выйдем на площадь, не будем доставать. Просто когда уже настолько зажали людей, им уже просто некуда было деваться. В Крыму таких явлений, таких групп, такой самоорганизации нету, да, вот среди пользователей социальных сетей? Ну, по крайней мере, на данный момент, я думаю, что не такая большая группа. А это почему? Потому что там, кроме бедности, это маленькое число пользователей? Есть ли какие-то данные, вот в нашем двухмиллионном полуострове, сколько людей пользуются именно социальными сетями? Не просто иногда нажимают кнопку, чтобы в интернете что-то увидеть? Если мне не изменяет память, по Украине были такие данные, спрашивали, какая-то выборка была людей, спрашивали, чем они занимаются в интернете, и, насколько я помню, то ли 80% из активных людей, которые работают в интернете или что-то делают, 80% пользуются социальными сетями. То есть они проводят время в этих социальных сетях. А Твиттер просто не понимает, еще люди, может быть, формат этого вообще Твиттера самого. То есть как это в 140 символов, это зачем мне это нужно? У тебя есть аккаунт в Твиттере? Нет. Вот убеди человека, который еще не в Твиттере, зачем им нужен Твиттер? Есть там три минуты на убеждение? Три минуты? Сложно, сложно. Просто человек сам должен добиться, добраться до этого, понять. Что мне это даст? Вот что это даст? Основной вопрос, что мне это даст. А что вы можете дать людям другим? Вот многие люди, когда говорят им, что-то нужно сделать, а что мне, чем это мне, какая будет польза, что я получу от этого? А вы дарите людям сами. И потом это добро вам вернется в итоге. Что вы дарите в Твиттере людям? Информацию, либо что-то о себе, либо какие-то картинки, либо ссылки на какие-то мероприятия. А когда бываю на каких-нибудь конференциях или семинарах, я просто веду трансляцию этого мероприятия активно в Твиттер. То есть, получается, происходит такая подмена жизни. Мы в социальных сетях создаем себе настроение, в том числе. Делимся этим настроением с другими. Выражаемся, да. Самовыражаемся. Какое? Делимся самовыражением других. И нам можно не встречаться уже с людьми, даже уже не созваниваться можно. Твиттериться. Затвиттер, да. И все. И мы такие должны прилепиться к пальцам какого-то мультитачскрина, и вот так вот ходить с айпадом, с телефоном. Но в итоге станем роботами. Да, и в итоге станем роботами. Вот куда мы движемся, вот как люди тогда? Ну просто это, я бы не сказал бы, что это замена жизни. Это как бы другая форма для коммуникации. То есть, можно с кем-то общаться вживую, с кем тебе приятно общаться, либо с кем-то общаться посредством интернета. Часто бывает это единственный канал связи, когда где-то очень далеко, кто-то человек между собой недалеко. Это очень удобно. Знаешь, кстати, я недавно читала статью, в которой писалось о том, что для психики нет разницы. Либо ты в виртуальном, либо в реальном мире. То есть, все равно твоя психика переживает эти события одинаково. Будь ты в интернете, или же ты это вот фейс-то-фейс-встреча, например, какая-то, да, где-то в кафе и так далее. Интересное такое наблюдение. Просто в интернете, когда идет общение, мы чаще всего не видим даже ни мимику, ни жестов. А вот знаки, которые эмоции выражают, есть наверняка? Ну, смайлики, да. Смайлики. Сколько там их можно передать, этих эмоций, при помощи этих смайликов? Не так уж и много. А можно такой паранодальный вопрос? Но, тем не менее, есть такое ощущение свободы, самовыражения в социальных сетях, в интернете. Мы же все прекрасно понимаем, что не только у социальных сетей, как порталов, но даже у всего интернета есть организации, которые распределяют доменные имена. И это уже контроль, да? То есть, как бы есть владельцы социальных сетей. И завтра, он решает просто ее закрыть. И что происходит с этим массивом 800 миллионов человек? То есть, с таким целым Китаем? Это Китай или Индия в интернете, да? Индия. Вот. Я даже не представляю, что может произойти. Я думаю, никогда уже и не закроют такие штуки. Почему? Ну, представляете, как это у людей, это брать именно любимую игрушку. И что? Ну, он станет возмущаться, скажет... Это будет мировой Майдан. Да, как вариант. Это похвейший арабский веб-бузе. Верните наш Facebook, да. Я думаю, это очень сложно представить, потому что очень большая аудитория пользователей. Произошло цунами, залило все серверы случайно, даже дублирующие по всему миру. Вот именно... Ну, цунами тогда, чтобы залило все серверы, я думаю, многие люди пострадаты, и там будет явно не до интернета. Вот. Но залило серверы, а потом отлило, и все. И нету. И вот, нет, данных не сохранил. Согер говорит, ни при чем. Нету. Все. Нет. Что-то будут думать. Что есть после, да? Какая жизнь после? То есть, это уже катастрофический, это уже такой апокалиптический даже вариант развития событий. Да, уничтожение социальной сети сегодня? Перетечет в другой формат. Придумают что-то свое, другое. Или аналогичное, создадут тот же с нуля. Но по-любому нужно что-то будет, замена какая-то должна быть у людей. Часто уже социальная сеть, это как зависимость некая. И уже психологи тоже бьют тревогу. Люди... Кстати, вот о проживании... О психе что, что вот это мне, это момент интересен. Ну, у нас ману о психах всегда интересен. Ну, часто даже есть мнение о том, что социальные сети и сидения там постоянных, взаимодействия с ними, это уже сродни алкоголизму некому. Вот вы сколько провожаете в социальной сети? Я много провожу, потому что это работа моя основная. То есть вы такой социальный алкоголик? Виртуальный алкоголик, да? Да. Ну, это связано с моей работой, я очень много провожу времени. Ну, сколько процентов? Ну, в день меньше восьми часов, потому что восьмичасовый рабочий день. И я постоянно в онлайне нахожусь. Ну, это как бы предписано. Я должен это делать. А как относитесь к идее создавать виртуальную семью, например? Кстати, виртуальная жена, не отходя от кассы, можно общаться с ней. Виртуальный ребенок, например. Я думаю, нет. Нет? Ну, по крайней мере, всякие симпсонов я тоже не играл никогда. И виртуальная семья — это что-то такое не очень интересное для меня, пока не имею. А насколько такая тенденция вообще в дальнейшем будет иметь развитие? Как вы считаете? То есть люди такие ленные создания, которым уже даже вот... Они все имеют в таком своем виртуальном мире, да? И семья, и дом, и... А как же такие вот интимные отношения? Все равно виртуальные отношения... Я думаю, что это вопрос решаемый тоже. Ну, я не думаю, что это в ближайшее время все решится, потому что основная такая движущая... То есть вы не верите в это? Ну, я не верю на данном этапе, буквально, не знаю, еще лет сто такой, наверное, не произойдет. Не заменит это все. Была попытка года три назад создать крымско-татарскую социальную сеть, даже, по-моему, не одна. Как вы думаете, почему это все провалилось, не удалось? Может быть, за счет затомки. Ну, вот объединять людей только по национальному признаку. А вот там в Израиле, по-моему, есть попытка тоже такую кошерную сеть, чтобы мужчина и женщина в отдельных сетях, по-моему, тоже не очень срабатывает. Ну, я думаю, да. Просто люди не любят рамки. Вот когда их какие-то рамки заключают, это вот как-то давит психологически. И различия именно делить по национальному признаку, я думаю, это не сильно хорошо. Нет, но известно, что в Фейсбуке блокируют аккаунты. Вот в Твиттере это происходит, например. Есть цензура. Как выглядит цензура в сетях? В Твиттере блокируют аккаунты за масс-фолловинг. Такое понятие есть, когда за большим количеством людей ты при помощи определенных программ начинаешь следить за это тоже. Как бы, это считается как накрутка и обход именно правил социальных сетей, именно Твиттера. И блокируют аккаунты. Были случаи, когда блокировали, по-моему, недавно политиков. Боюсь расшибиться со страной, но в какой-то стране блокировали политические какие-то Твиттер-аккаунты, которые именно вели не те люди. Просто можно зарегистрироваться под любым именем и вести такую пропаганду какую-то. За это тоже были наказаны. Но, тем не менее, массово существуют клоны, особенно в такой социальной сети, как контакты, клоны разных людей. Сама социальная сеть борется с этим. И в Твиттере имеется верификация аккаунта. Правда, ее пройти, по-моему, очень сложно. Где-то в США, по-моему, это все делается. Кстати, у Вакарчука тоже верифицированный аккаунт. И чтобы это сделать... То есть верификация, это для зрителей, поясню, подтверждение... Ну да, то, что я именно являюсь тем человеком, под которым я зарегистрировался. С именем таким. А какой бывает юмор у блогеров? Ну, да, может быть, если что-то любимое из последнего. Не знаю, юмор самый разнообразный. Блогеры те же самые люди, они ничем не отличаются, я думаю... Ну, это как есть медицинский юмор, например, да? Какие-то шутки друг по другу. Ну, это в сфере IT, конечно, да. Все про компьютеры, все про интернет. Это в основном про это все дело. Ну, вот вы можете про нас натестировать, но уровень усталости, да? Вы рассказываете нам шутку. И смотрим за мышцами нашего лица, на зубе они меняются. Цифровые мышцы, да? Ну, это сложно. Обычно, когда говорят, пошути что-нибудь или расскажи что-нибудь такое, сразу и не вспомнишь. Тему надо какую-то там или подводку какую-то. Потому что пошутить так сразу. Хорошо. Шутить не будем, тогда расскажите нам про этику. Есть ли этика во взаимоотношениях между блогерами? То есть, вот какой-то кодекс свой, распоряджение, что-то такое. Кодекс. Чего не может позволить себе блогер, предположим? Или он, как вы сказали, без рамок? Рамок нет? Рамок нет? А правила морали, как бы, они в обычном обществе никто не отменял. Так же и здесь. Добропорядочный. Вы мне ответили. Вы тренер, вас называют гуру. К вам даже сотрудники Яндекса ходят на... Сотрудники Яндекса? На эти... Семинары и тренинги. Семинары слышал, да. Вот задача. Надо вырастить среди крымских татар нам как канал. Малу к крымскому татарскому. Среди крымских татар в разных отраслях блогеров, да, которые будут постить и, соответственно, нас как медиа информировать. То есть, мы... Вот нам нужно это взаимодействие. Как их выращивать? То есть, как бы... Как рассаду выращивать в фиде? Мы все понимаем, да? Это национально. Но выращивать блогеров пока не очень. Сложно. Вот сложный вопрос в плане того, что мотивация должна быть какая-то у людей. То есть, их нужно чем-то мотивировать, чтобы они каждый день этим занимались. А чем, как вы думаете, можно их мотивировать? Ну, вот давайте... Какой-то идея. Ну, понятно. А какой? Как вариант, какая-то идея. Поднимем там, не знаю. Сложно. Либо, если не идею брать, то может быть деньги. Попробуем. Мы очень сейчас структурируем, сегментируем даже. Есть там крымские татары, которые работают в сезон, там, отельчики, пахлаву разносим. И куча приколов людей, они сталкиваются с другими культурами, есть какие-то диалоги, взаимоотношения и приколы, да? То есть, кроме корзины с пахлавой, нужно носить iPad, чтобы тут же это как бы выкладывать. Никто это не будет делать, потому что всем нужно носить эту самую корзину с пахлавой, да. И люди там в 4 утра встают или даже раньше и едут на этот ЮБК, чтобы продавать эту пахлаву. Просто нет... Мы никогда не увидим этих людей в социальных сетях. Может быть, это будет, но даже, скорее даже, не они будут сами, а может быть, их дети там. А вот моя мама поехала там и рассказывала такую историю. Если более молодое поколение, просто легче обучить этому всему делу, и чтобы они записывали. Кстати, это было бы интересно, какой-нибудь блог, сайт, который рассказывал про эти трудовые будни. Кстати, теперь вот помимо вот этих вот рубрик, которые «Сево Шмео», «Жизнь нах», «Мануалы для новичков», появится пахлава или что-то вроде. Сейчас просто получился сумбор. Это личный блог Респета Кадырова, у которого есть разные рубрики. Тут рубрики всевозможные, «Е-коммерция», «Конференции», «Паутина соцсетей», «Жизнь нах», кстати, что это такое? «Жизнь нах». Да. Ну, это я не закончил фразу. Ну, что, не понял. Вот, потом «Мануалы для новичков», то есть теперь параллельно с этим появится что-то вроде, да? Какой-то... Ну, это я как пример, но мы можем другой пример взять. Скорее, даже отдельный сайт можно сделать. Он не впишется немножко. Сайт про пахлаву, сайт про продавцов пахлавы, да. Почему бы нет? Я думаю, многим было бы интересно почитать. Масса, часть жизни людей проходит в тех же маршрутках и взаимоотношениях между посетением маршруток и водителями, да? И это тоже просто иногда хочется просто, извините, бложить вот тут же, не отходя от... Для этого твиттер, кстати, можно использовать. Нет, но этого нет, этого не видно, этого сегмента нет. В этом плане работа. Ну, просто надо популяризовать эту всю идею, донести людям, что это интересно, это полезно, это нужно. И как-то вот основная как бы мотивация должна быть. Вот сложно мотивировать. Кто сейчас приходит на эти тренинги и какой разрез? Какой с этим континентом? Основная аудитория – это люди, которые уже либо имеют бизнес, либо хотят его иметь и видят новые каналы для продвижения своего бизнеса. Какой это бизнес? Например? Больше заинтересованности, наверное, с туристической отраслью. То есть объекты какие-то размещения, туроператоры, в основном это... Вот аудитория, которая уже поняла, ну, поняла, что интернет – это хорошая вещь, это хороший канал для продаж, нужно этим пользоваться. То есть просто сегодня создать страничку, визитку, вот есть такой отель и вот телефон, она не работает, да? Нет, ну, она не сработает, если ничего с ней больше даже не сделать. А что можно с ней сделать? Куча всего, всяких методов продвижения. Выкладывайте, выкладывайте. Сео, Шмео и прочее, да, радости жизни интернета. Ну, каналы продаж, просто можно именно контекстную рекламу тоже можно взять, как инструмент. То есть различные инструментария в интернете очень много. Они очень похожи на офлайн рекламу. Те же Биллборды, Сетилайды, все можно найти именно в интернете. Хорошо, оцените вот местные медиа наши, крымские, как они работают с социальными сетями. Плохо. Вот у меня все время есть диагноз. По-моему, она болеет. Давайте честно. Да, я просто с ней даже как-то... Мы не можем, вот у меня ощущение, вот, ой, что тяжело. Мы с вами вне эфира говорили легче и задорнее даже, и особенно там в социальных сетях, чем здесь. Просто у нас такие вот терки были со всеми нашими социальными. Ну, это медиа, да. Мы очень часто приводим их в методы работы на конференциях. Говорим, ребята, так делать не надо. Ну вот, а можно какие-то конкретные примеры? Вот как делать не надо? Я просто не хочу никого обижать, потому что... Ну, давайте пообижайте нас. Это тоже опыт, да? Не могу, не могу обижать, потому что я не видел примеры ваших работ в социальных сетях, честно говоря. Чьи примеры вы видели? То есть у нас существует группа, на самом деле, по-моему. Группа Фейсбука. Да, у нас Фейсбуки есть. Фейсбуки и Фейсбуки, и ВКонтакте. Просто я когда-то заходил, может быть, даже и на нее, на ТРовскую группу, помимо национальной возни, я там ничего не увидел, если честно. Что нужно, кроме национальной возни? Нет, медиа, какой-то контент, который будет интересен. Что интересно вам, предположим? Мне интересно IT. Мне интересно все, что связано с интернетом и с информационными технологиями. Подождите. Руслет, к вам же приходят люди, не только которым интересно IT, да? К вам, как специалисту, приходят клиенты, которые хотят себя популяризировать в социальной сети. То есть они же не все предлагают IT-продукт, они предлагают разный продукт. То есть вам надо понять, как найти их потребителя. Они уже часто и знают, кто их потребитель. Это в идеале, конечно, должны знать. Ну и какой контент вы имеете в виду предоставлять им? Ну да. Или вы готовы работать с любым контентом? Вот есть такой контент, вот есть ваши новости, ваши программы, например, ваши статьи, если это газетная медиа. Мы вас сделаем популярен. Если брать советы какие-то давать для медиа по плане работы в социальных сетях, то основная проблема многих из них – это зацикливание на самих себя. Это когда вот только есть мы, вот это наш канал и вот это наши новости всегда. А помимо них же есть еще другие интересные ребята, которые очень много всякого полезного контента. Просто нужно делиться всем полезным, чем они сами взаимодействуют, чем взаимодействуют именно. То есть какие-то интересные статьи, видео, фото, юмор тот же самый. Не зацикливаться на самих себя. То есть рекламщики, вот так вот я с виду, не решат за вас вашу проблему. Если ваш контент не интересен, то что бы вы ни делали. Не, мы можем разбавить его своими как бы рекомендациями, своим каким-то интересным контентом. Но это не палочка-выручалочка какая-то. Вот придите к нам и сделаем вам все, что нужно. Часто люди должны сами заинтересованы быть в том, чтобы продвигаться в социальных сетях. И вот как-то взаимодействие их нужно просто... Мы можем направить именно в какую-то сторону. Часто даже просто хватает каких-то консультаций. Вы себя позиционируете как адский тролль и провокатор. Что вы провоцируете? Кого вы провоцируете? И на что самое главное? Провоцируем каких-нибудь гуру на взаимодействие, на комментарии, конфронтации. Просто это интересно в плане того, чтобы... Вот кого из гуру вам удалось спровоцировать? Ну, это из последней статьи. Я не хочу называть имена. Тоже так нехорошо получилось. Очень корректно вы сегодня. Ну, телевидение. И потом, вы же его не смотрите. Потому что вы на нем не делаете таких вот сенсационных разоблачений или сообщений. Кого на что провоцировали? Говори, признавайтесь. Ну, не признаюсь. Нет. Последняя статья на своем блоге. Там в комментариях мы уже встречались с этим человеком. Не хочу его еще на телевидении тут развинчивать. В общем, зрителю наша сегодняшняя беседа может оказаться вообще непонятной. О чем мы говорим и к чему мы его говорим. Кто провоцирует? Кого? Кого провоцирует? В каких социальных сетях? Так именно называть именно фамилии. Мы сейчас этой беседой, мне кажется, можем просто запугать людей. Вот тех людей, которые еще не поняли, что такое социальные сети. В твиттер я не пойду. Меня вот не смогли убедить, что твиттер это хорошо. Почему? Вот. Не знаю. То есть, вот вы говорите, я чего-то должна, предположим, предложить. Но при этом, что основное дает твиттер? То есть, это просто обмен информацией какой-то? Это просто времяпровождение досуг? Это все можно включить в этот, что дает. Чем отличается твиттер от фейсбук? Форматом сообщения. В фейсбуке очень много медиа-контента и большой. Он сам такой громоздкий. А твиттер очень легкий, 140 символов максимум. Ну, взял, набрал, смс-ку отправил и все. Ну, и когда некому отправить, нужно что-то делать. Ну, захотелось написать смс-ку, некому отправить. Да, этот самый твиттер тут спасает. Все. То есть, ну, больше не для чего. Ну, то есть, как бы, это такое... Ну, я же говорю, что мне, как удобно, получать информацию в плане новостей каких-то. И коммуникация с другими людьми, с которыми на большом расстоянии. Мне не всегда удобно позвонить в скайпе или просто позвонить по телефону. То есть, новостейщики сегодня обязаны работать с твиттером? Конечно, да. Мы и хотим, кстати, провести семинар в субботу именно для СМИ. И хотим рассказать, для чего твиттер, как его использовать. На самом деле, то, что происходит в Твиттере, именно наши СМИ, там очень все печально. Потому что трансляции, РСС и не более того. Нет живого общения. Просто должно быть какое-то общение. Вот мне бы интересно, допустим, было бы почитать, как это все происходит за кулисами. Вот я пришел, и я думаю, класс, столько всего интересного, такие оборудования, класс. Мне всегда было бы интересно, как это все делать. То есть, интересно то, что за кулисами, а не жили на сцене? Да, но я думаю, всем людям в этом плане заинтересованы. То есть, я теперь начинаю понимать. Интересно не то, как это выглядит на экране, а что было вокруг этого. Как это делается, да. Интересно не то, что на сцене театра, а сколько интриг было вокруг получения той или иной роли или еще чем-то. Может быть, уже просто устали от этого всего, потому что телевидение давно уже, и хотелось бы заглянуть, а что там сзади. Это был Руссвет Кадыров, который привлекает людей узнавать через социальные сети, что там сзади. Если вы что-то поняли из этого разговора, ищите, в том числе и наш канал в социальных сетях, в фейсбуке. И пишите на блог Руссвета, что там сзади, если вам удалось узнать. Да, ходите на семинары, развивайтесь. Мне пока не все понятно, для чего это нужно. Спасибо. Руссвет Кадыров Руссвет Кадыров